Стихи с 19 по 34 Стихи с 19 по 34 Стихи с 19 по 34 Стихи с 19 по 35 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 В 26 главе говорится о том, что был голод И также говорится о том, как Бог благословил Ицхака настолько, что он был благословлен со всех сторон И также в 27 главе говорится о том, как Ицхак продал свое первородство И в конце говорится о том, как Иаков пошел в Харан, чтобы привезти себе жену Ревеку И я хочу сконцентрировать свое внимание на том, как Иаков украл первородство у Ицхак Из-за вот этого поступка очень многие люди думают, что Иаков очень такой хитрый, непрямой человек И привык поступать, добиваться каких-то своих целей обманом, подлогом и прочими неправильными путями Даже его имя можно перевести так, как Иаков, тот, который обходит закон И с течением времени, когда Бог поменял его природу, Он назвал его другим именем, Исраэль Другим именем Исраэль, которое в переводе означает прямой, прямой перед Богом То есть с кривого, Бог поменял на имя прямой Может быть это действительно правильно, но давайте посмотрим с другой стороны, с точки зрения на Иакова В 25 главе, 27 стихе написано о Якове, что он был скромный человек, который сидел, жил в шатрах На русском переводится как кроткий На иврите это слово имеет много значений Как таковой человек там наивный Верящий всякому слову Без всякого изъяна Которого не хватает способности планировать Хитрить, доверчивый Итак, мы видим, что смысл имени Иакова в Торе, он немного другой, чем мы привыкли Я не оправдываю Иакова в части того, что он делал Но есть очень большая разница, когда ты делаешь какое-то преступление по ошибке, по наивности, по доверчивости Между тем, когда ты что-то делаешь специально Когда мы смотрим на то, что делал Иаков с этой точки зрения, у нас есть немножко другая картинка Прочитаем 27 глава с 5 по 8 стих Ревека услышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву И пошел Исав в поле достать и принести дичи А Ревека сказала сыну своему Иакову Вот я слышала, как отец говорил брату твоему Исаву Принеси мне дичи и приготовь мне кушание Я поем и благословлю тебя пред лицом Господнем, перед смертью моей Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе Возможно, если бы мать Иакова не посоветовала ему сделать вот это, то, что касалось первородства Возможно, он даже не подумал бы так поступить со своим братом Но он доверял своей матери, так как он был мамин сын И также он доверял ей, потому что он знал, что она верит Богу и праведна перед Богом Так же, как мы читали в этой Парашадшаву Ревека прежде получила пророчество от Бога, что старший будет служить младшему Для Ревеки было так же важно, чтобы это произошло еще по одной причине Исаф был уже взрослый и он имел всяческие отношения с девушками, женщинами Того места, где они жили И она видела, с кем он связывается и с кем у него отношения И знала, что при такой ситуации хорошие дети не будут Не будут послушные дети, а будут своевольные и очень строптивые И действительно, один из потомков Исафа был Амалек Помните, Амалекитяне, которые ненавидели Израиль, убивали, были очень жестокие народ И еще, а также от него произошел Аман, Аманитяне, еще один народ И после всего того, что произошло, мы видим, что Исхак принял это как повеление, как желание от Бога И даже благословил Иакова, когда послал его искать жену Он благословил его благословением Авраама Что можно, чему можно научиться с этой историей? Исхак и Ревека знали, что Яков, он духовный наследник Исава совершенно не интересовали духовные вещи Он был человек полей, и его совершенно другие вещи интересовали настолько, что даже свое первородство он продал за очечевичную похлебку И Яков, в отличие от Исава, жил в шатрах, и у него было намного больше времени проводить с отцом и матерью, учиться путям Божьим В заключение я хотел бы сказать, что никто из этого рассказа, ни Яков, ни Исав Не оказался правым или совершенным в своих поступках и делал своего рода ошибки И Ревка, и Исхак также И каждый заплатил за это свою цену Хотя в конце Бог переменил все на благо Исав сделал ошибку в том, что действительно совершенно не думал о духовной стороне жизни А Яков сделал ошибку в том, что полностью доверился желанию матери этой истории с продажей первородства А Ревка сделала ошибку в том, что после того, как она получила пророчество от Бога Она взяла все дело в свои руки и решила, что Бог в этой ситуации не способен исполнить то, что пообещал А ошибка Исхака была в том, что он не вполне задумался о том, что он слышал об этом пророчестве И решил благословить Исава так, как легло ему на сердце, как ему захотелось Одна из важных вещей в Туре Из рассказов об отцах веры Разница между рассказами в Туре и просто сказками, притчами, народными преданиями Что в Туре рассказывается все, как оно есть, и не прячет неприглядные стороны И страх, и разочарование в вере, и различные ошибки и падения, все открыто В Туре не только рассказывается о победах и делах праведности, делах веры, мужей веры И это дает нам очень хороший инструмент, чтобы мы могли научиться от ошибок, которые делают другие люди Как правильно поступать и как неправильно И знать, какие будут последствия каждого своего выбора и каждого поступка Я немножко добавлю несколько вещей вкратце Один из учителей моих Сказал мне, когда ты читаешь что-то из Танаха Постарайся заметить специфические выражения, если ты их не понимаешь Поищи их, когда они в первый раз употребляются в Танахе То, что Федя сказал Это действительно во всем мире И вот я сейчас был во Флориде, в одной церкви Они читали эту же именно, эту историю И пастор сказал такую вещь Посмотрите на Исава Такой классный мужик, настоящий Он был охотник, он был крепкий мужчина А Яков был маменькин сыночек и он на кухне мыл посуду Я слышал эту историю, эту вещь много раз Но здесь написано, что Исав был охотник Если мы ищем, где впервые упоминается слово охотник Кто был первым охотником? Первым охотником упоминается Каин А второй Немрод И оба они были очень плохие люди Также о Исаве в Новом Завете Говорится об Исаве, что он был человек, противник Революционер своего рода и прелюбодей И о Якове говорится, что он был человек шатров Первые в Танахе слова шатры Читаем тогда, когда читаем историю о том, как Ной благословил своих сыновей И он сказал, что если Иофет Хочет быть благословлен Он должен пребывать В шатрах Сима Духовный смысл этого слова Учиться от Бога И здесь написано о Якове, что он был человек, который учился от Бога Очень важно, чтобы вы запомнили и задумались о том, о чем учил Федя, потому что это правильно